Гликированный гемоглобин, частый вопрос, какой он должен быть, какие нормы и так далее. Давайте поговорим, что же это за показатель. В 2011 году Всемирная организация здоровья утвердила гликированный гемоглобин как диагностический критерий сахарного диабета. Это означает, что только по одному этому показателю можно определить, есть ли сахарный диабет у людей. Единственный нюанс, что существуют некоторые факторы, из-за которых гликированный может быть выше, а диабета может не быть. И доктор, конечно же, их должен учесть. Например, это такие факторы, как беременность во втором или третьем семестре, либо недавняя большая кровопотеря, либо процедура переливания крови, либо гемодиализ, если пациенты с гемодиализом. И также, например, лечение некоторыми препаратами, таким, например, как эритропоэтин. То есть мы понимаем, что гликированный гемоглобин в подавляющем большинстве является диагностическим критерием диабета, но его недостаточно. Поэтому для того, чтобы однозначно поставить диагноз, диагноз диабет, сахарный диабет поставить очень-очень просто. Там сложнее уже определить тип диабета, но есть диабет или нет. Для того, чтобы быть уверенным на 100%, надо сопоставить два диагностических критерия. Критерия. Один из них это гликированный гемоглобин, и второй это концентрация глюкозы в крови натощак. То, что принято называть тощаковый сахар. Итак, на сегодня мы говорим о гликированном. Итак, какие же цифры, какие показатели, о чем нам говорят. В норме гликированный гемоглобин у человека без диабета должен быть меньше либо равен 6,0. Запомните это или запишите себе. То есть, если ваш показатель гликированного до 6,0, значит у вас все в порядке с углеводным обменом. Если гликированный гемоглобин у вас от 6,0 до 6,4, это ситуация, которая не позволяет однозначно поставить диагноз диабет. И для того, чтобы выяснить, нужно взять анализы концентрации глюкозы в крови. И на этом основании уже определить окончательно. И, конечно же, если показатель выше, чем 6,5 гликированного гемоглобина, это говорит о том, что однозначно есть диабет. То есть, это является диагностическим критерием сахарного диабета. Также не забываем о тех исключениях, которые я вам сказала. И вы очень часто задаете мне этот вопрос, почему появилось это видео. А кроме того, частенько ко мне пишут люди. У меня сахар 6,7, но у меня диабета нет. Я не пойду в вашу группу по диабету. Это не про меня. Либо пишут, у меня сахар там чуть ли не 7. Но я спрашиваю, так у вас же диабет? Нет, доктор сказала, что тут непонятная ситуация. И на это я пишу, что у вас диабет. Потому что я считаю, важно, чтобы человек хотя бы понимал, что с ним происходит. И это для многих звучит как-то грубо или резко. Или что вот я такая вот в своих суждениях безапелляционная. Это не я безапелляционная. Если вам нравится обманываться и ерундой страдать, это одна ситуация. Еще раз. У диабета очень простые и понятны диагностические критерии. И когда я вижу определенные цифры гликированного и тащакового, по тащаковому по гликемии на тащак можно точно определить также, если диабет. Если у вас нет диабета, то ваша гликемия на тащак не поднимется выше определенных цифр, о которых мы с вами поговорим в следующих видео. Но я уверена, что большинство из вас об этом знает. Не забывайте подписываться на мой канал. И до встречи в новых видео.